гепатит b инфекционное заболевание печени которая передается через кровь группу риска попадают не только люди ведущие о социальный образ жизни но и те кто наносил татуировки посещал стоматолога прокалывал уши делал обрезной маникюр операции так далее также гепатит b передается половым путем гепатит b это инфекция она очень многогранная она зачастую протекает скрытых формах но и тяжелые формы характерны и исход у них очень тяжелые циррозы и гепатокарциномы это в народе говорят рак печени то есть четкая связь есть между вирусом гепатита b и этой патологии заболевание течет хронически длительно мало того оно еще и тяжело лечится лечится тяжело и не всегда эффективно единственный способ обезопасить себя сделать прививку вакцина от гепатита b применяется с 1981 года сегодня она считается одной из самых безопасных и не имеет противопоказаний ее можно делать ослабленным людям и маленьким детям в этой вакцине есть один антиген но грубо говоря это частица вируса которая не может вызвать заболевание но на нее организм реагирует выработкой иммунитета и если в организм попадает уже целостный вирус то вот по этому маячку уже идет срабатывание иммунного ответа и заболеваний не развивается переносится это прививка хорошо без последствий как правило потому от нее конечно ни в коем случае нельзя отказываться а делают ее первую буквально в первые сутки после рождения ребенка считается что если вот какая-то проблема в печени то не надо делать прививку все с точностью до наоборот если есть проблемы с печенью любого другого характера то надо защитить всем чем возможно чтобы в будущем что называется уже не совсем здоровая печень она не пострадала детям прививка от гепатита b делается сразу после рождения в один и шесть месяцев взрослых также вакцинирует троекратно с интервалом 1 и 5 месяцев ревакцинации не требуется прививка от гепатита b входит в национальный календарь ее можно сделать бесплатно после перерыва плановая вакцинация возобновилась во всех поликлиниках вологодской области сейчас мы пациентов принимаем по предварительной записи чтобы соблюсти и временное дистанцирование и социальное дистанцирование то есть каждый желающий может записаться предварительно подойдет сделают плановую вакцинацию также мы делаем вакцинацию по эпид показаниям